Бархатовская птицефабрика не будет продана в частные руки. Об этом сегодня и заявил губернатор Красноярского края. Лев Кузнецов посетил предприятие, которое сейчас в процессе модернизации. Такое появляется яйцо, но это бывает очень редко, оно еще молоткое, оно не сформировалось должным образом. А вот это большое? А это уже... Стандартное? Да, такое. По сортирубке идет, оно как крупное. Губернатор вникает в тонкости производства яйца. Сейчас оно соответствует современным стандартам. После модернизации, кормления, паяния и помета удаления полностью автоматизировано. Новое оборудование здесь установили в конце прошлого года. Куриц поместили уже в декабре. Правда, они еще молодые, поэтому несутся всего на 68%. Но через два месяца их продуктивность вырастет до 96%. То есть одна курица в год будет давать до 300 яиц. Можно представить мощности всего комплекса, если учесть, что поголовье птиц на фабрике более миллион. Секрет в благоприятном микроклимате создан не только для птиц. Здесь работает 455 человек. И все переживают, что все это богатство может попасть в частные руки. Смотрите, куда губерния, что творится. Тоже частная же фабрика. Если такую нашу сделают, тоже разорится и все. Мы можем работу потерять. Куда идти работать-то? Кроме фабрики-то у нас тут ничего нет. Некуда идти. Птицефабрика Бархатова – городообразующее предприятие. За 42 года на нем выросли целые поколения. Кроме того, котельные фабрики отапливают все село. Приватизация, с учетом негативных примеров, большой риск. Моя лично принципиальная позиция, что на сегодняшний момент фабрика должна остаться в государственной собственности и выполнять ту социальную и экономическую задачу, которую она решала до настоящего момента. Потому что, в первую очередь, коллектив, руководство доказали, что они это способны. Им помощь сегодня частника не нужна. К слову, эта фабрика – единственное госпредприятие в крае, которое способно сдерживать рост цен на яйцо. Если десяток высшего сорта в Красноярске сейчас продают уже и за 60 рублей, то Бархатовская стоит всего 36. Правда, свои торговые точки в городе у них только на трех рынках. А в магазинах цены устанавливает перекупщик. Вадим Куликов, Александр Мадейченко, Вести Красноярск, из Березовского района.